Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, вот и наступила шестая и последняя неделя Великого Поста, которая называется Вербной – Неделя Ваи по-славянски. В этот воскресный день вспоминается вход Господень в Иерусалим. Помните, приближались последние дни земной жизни Иисуса, и Он решил идти в Иерусалим. Ученики привели Ему осленка, возложили на него свои одежды и посадили на него своего учителя. Собралось множество людей, которые кричали «Асанна!», то есть «Спаси нас, сын Давидов!», «Благословен грядущий во имя Господне!» Царь Израилев, «Асанна Вышних!» Одни снимали с себя одежды и постелали их под ноги Иисуса, а другие резали финиковые ветки и ими постелали путь или потрясали в воздухе. Народ радовался и ликовал, а Господь скорбел. Уж Он-то знал, как переменчиво мнение этих людей, и что скоро они вместо «Асанна» будут вопить. Распни, распни Его! Приближается час Сына Человеческого, о Котором Он так часто говорил и к Которому все Его служение на земле было направлено. И невольно из наших уст вырывается вопрос, каково же значение этого созерцания в Великопостном Богослужении, как сопряжено оно с нашим Великопостным подвигом. Эти вопросы предполагают еще один вопрос, которого мы должны кратко коснуться. Вспоминая события жизни Спасителя, Церковь часто, если не всегда, заменяет прошедшее время настоящим. Так в день Рождества Христова мы поем «Дева днесь, то есть сегодня, рождает». Великую Пятницу «Днесь Он, Христос, стоит перед Пилатом». А сегодня вербное воскресенье «Днесь Он приходит в Иерусалим». Что же означает эта перестановка времени? Это богослужебное сегодня. К сожалению, огромное большинство церковных людей понимают это как риторическую метафору, поэтическое образное выражение. И происходит так потому, что современный подход к богослужению либо рационалистичен, либо сентиментален. Рационалистический подход сводит смысл богослужения к идеям. Корни его в том богословии, которое развилось на православном Востоке под влиянием Западного в послеотеческую эпоху. Для этого рода богословия богослужение в лучшем случае сырой материал для чисто интеллектуальных определений. И то, что в богослужении не может быть определено как интеллектуальная реальность, называется поэзией. То есть чем-то, что не должно приниматься всерьез. А так как ясно, что события, воспоминаемые церковью, относятся к прошлому, то богослужебному сегодня не придается серьезного значения. И сентиментальный подход. Такой подход является результатом индивидуального, эгоцентричного благочестия, которое во многих отношениях служит противовесом интеллектуальному богословию. Для такого рода благочестия богослужение служит некой полезной рамкой для личной молитвы, неким вдохновляющим фоном, цель которого, образно говоря, согреть, размягчить наше сердце и направить его к Богу. Содержание и значение служб, богослужебные тексты, чинопоследования и действия имеют здесь второстепенную важность. Они полезны и соответствуют своему назначению, поскольку они заставляют меня молиться. заставляют. Таким образом, богослужебное сегодня растворяется здесь, как и все другие богослужебные тексты, в какой-то недифференцированной, благочестиво-вдохновенной молитве. И, наверное, благодаря долгой пареализации нашего церковного сознания между этими двумя, если можно сказать, подходами, очень трудно показать, что настоящее богослужение не может сводиться ни к одному из этих подходов, ни к идеям, ни к личной молитве. Нельзя прославлять идеи. А про личную молитву разве не сказано в Евангелии? Когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Само понятие богослужебного воспоминания подразумевает одновременно и определенное событие, и нашу общую соборную реакцию на него. Совершение богослужения возможно только, если люди собираются вместе. и побеждая свое естественное разъединение и обособленность, реагируют как одно тело, как единая личность на какое-либо событие. В обычной жизни это, например, свадьбы, похороны, победа. Естественное чудо всякого празднования заключается именно в том, что оно предопределяет, можно сказать, трансцендирует хотя бы на время как просто идеи, так и индивидуализм. Действительно, во время богослужения забываешь самого себя и соединяешься с другими особенным, только этому единству присущим образом. И вот каково же в свете сказанного значения богослужебного ныне, то есть сегодня, которым Церковь вводит нас во все события, в каком смысле события прошлого воспоминаются ныне, то есть сегодня. Без преувеличения можно сказать, что вся жизнь Церкви составляет одно непрерывное поминовение и воспоминание. И в конце каждой службы мы перечисляем имена святых, память которых мы совершаем в этот день. Но прежде всего сама Церковь есть воспоминание Христа. А вот с чисто естественной точки зрения память, наша память человеческая, это способность двузначная. Вспоминать кого-нибудь, кого мы любили и кого больше нет, означает две вещи. С одной стороны, память это гораздо больше, чем просто знание того, что было. Смотрите, когда я вспоминаю своего отца или свою мать, уже родивших вечность, ушедших из земного мира, я, тем не менее, вижу их. В моей памяти они сохраняются не как все то, что о них знаю, но как живая реальность. И в то же время эта самая реальность заставляет меня так остро чувствовать, что их больше нет, что никогда больше на этом свете, в этой жизни я не коснусь их руки, которую я так ясно вижу в своей памяти. Таким образом, память самая удивительная и в то же время самая трагическая из всех человеческих способностей, так как ничто так не показывает нам ущербленную природу нашей жизни, невозможность для человека что-либо действительно хранить, чем-нибудь действительно обладать в этом мире. Память являет нам, что смерть и время царят на земле. Однако, именно потому, что память присуща только человеку, христианство в ней имеет свою основу, потому, что в сердце и вине ее память об одном человеке, Бога-человеке, память об одном событии, об одной ночи, в глубине и тьме которой нам было сказано, сие творите в мое воспоминание. И вот происходит чудо. Мы вспоминаем его, и он, Христос, здесь, но не как туманный образ прошлого, не как грустное, никогда больше, но с такой силой присутствия, что церковь может вечно повторять то, что сказали ученики после явления его в Маусе. Это Евангелие от Луки, 24 глава, 32 стих. Не горело ли в нас сердце наше? Иными словами, природная память есть прежде всего, я бы сказал так, присутствие отсутствие, потому что чем более тот, кого мы вспоминаем, присутствует, тем острее боль его отсутствие. Но во Христе память вновь получила силу исцелять время, разорванное грехом, смертью, ненавистью и забывчивостью. И сердцем этого богослужебного празднования, сердцем этого богослужебного сегодня является именно эта новая память, имеющая власть над временем. И она стоит в центре богослужебного празднования литургического днесь. Конечно, святая дева не рождает младенца сегодня. Никто фактически не стоит перед Пилатом. И как факт события это, эти события принадлежат прошлому. Но сегодня, когда мы творим память этих фактов, церковь и есть прежде всего дар и сила этого воспоминания, которая притворяет факт прошлого в вечно знаменательное событие. Богослужебное празднование таким образом вновь вводит церковь в событие. И это значит не только в идею события, но в его радость и печаль, в его живую конкретную реальность. Одно дело знать, что когда распятый Христос возгласил «Боже мой, Боже мой, для чего, то есть вскую ты меня оставил», он проявил свой кенеси, свое смирение. Но совсем другое, когда мы ежегодно в единственную из всех пятниц вспоминаем эти слова и не умствуем, с полной уверенностью знаем, что произнесенные однажды они вечно остаются действенными. Так что никакая победа и слава, никакой синтезис никогда не изгладят их. Для нас это случается сегодня. Мы не были тогда в Иерусалиме, мы не стояли у гроба вместе с плачущими женами, мы только знаем об этом из Евангелия. Но сегодня в церковном богослужении этот исторический факт стал событием для нас, для меня, стал силой в моей жизни, памятью, радостью. Богословие не может идти дальше идеи, мысли. И с точки зрения идеи, смысла, зачем нужны эти долгие дни, когда так просто только сказать, чтобы подтвердить общее воскресение. Но в том-то и дело, что сама по себе эта фраза ничего не подтверждает. Действительное подтверждение исходит из богослужения этих дней, когда мы, как свидетели, присутствуем при смертельной схватке жизни и смерти. и начинаем не столько понимать, сколько соучаствовать и видеть, как Христос побеждает смерть. Христос христос refrigerан смертье м спас campи Субтитры создавал DimaTorzok